Друзья, всем привет! С вами Strix, мы продолжаем играть с Toshioners. В прошлой серии мы делали вот этот модуль. Сейчас я покажу, что я сделал не на запись. И также покажу вот эту часть нашего сервера. Здесь у нас сервер. И вот эту часть я тоже там сделал кое-какой модуль интересный. В общем, отсек там... Ну и сейчас все увидите, в общем. Поехали сначала сюда. Ну и также я прикрутил нашу землю. Она там крутится. Жалко, что она так далеко. И нельзя ее поближе сюда сделать. Но это уже... Я не знаю, как ее поближе сделать. Поэтому прикрутил. Вроде крутится. Она периодически отпадает. То есть надо заново прописывать. То ли после сохранения, то ли после обновления. В общем, надо ее заново прописывать. Но она немножко добавляет такой атмосферы. Потому как... Все-таки мы вроде как на орбите. Вот. Также вот эту часть модуля я прикрепил. Но это шлюзовая часть. И здесь у нас будут грузовые контейнеры. Такие стоять на 600. И из них мы будем подавать на принтеры предметы. Вот такая вот задумка. Так же, как и в том отсеке у нас есть такой резервный сброс сбросочный клапан. Вот. Провел сюда трубы. Шлюз заделал. То есть шлюз уже работает. в принципе. Вот. И так же с принтерами тут поигрался. Сделал каждый принтер на свой цвет. Каждому принтеру своя корзина на загрузку. Корзины идут через сортировщик. То есть здесь система сортировщиков на каждый отсек. И получается три трубы. Ну, кроме первого. да. Получается закидываем в корзину. Так же каскадно передаем предметы по вот этой ручке на сброс. И предметы вылетают через стакер. И вот здесь вот они выпадают. Здесь у нас отсек для печки. Планируется. Пока тут гравитация. Тут, в общем, надо еще подключать с этой печкой. Я еще не занимался и делал вот эти все вот эту сторону, скажем так, да. Сброс стакера. Единичку кратковременно подаем, да. И она потом на нолик. То есть если вдруг у нас там застряло, но оно не в стаке, ну, допустим, там не 50 проводов, а там 40, то он там застрянет в стакере, естественно, чтобы можно было не кнопочкой, потому что можно забыть эту кнопочку, да. Включить, выключить. А просто мы берем и кратковременно единичку подаем. И выпадает отсюда стакер. А с этой стороны тоже через стакер у нас выпадает, то есть отсюда у нас идет принтеры, предметы из принтеров, либо то те предметы, которые не попали в принтер, ну, к примеру, другой какой-то предмет, не слитки, они тоже будут отсюда выпадать. а вот этот отсек у нас идет под вот эту печку и под дуговки, то есть отсюда выпадают слитки. Но по факту слитки нам здесь особо-то и не нужны, кстати. Можно сделать, это я только сейчас, кстати, подумал, можно сделать сразу конвейер на систему хранения и отправлять на склад слитки. И также, наверное, один склад будет с рудой, чисто для руды, да, и с него, наверное, будем подавать на, ну, либо на дуговку, либо сюда, вот, точно вот так. Здесь у нас переделал, я оттуда убрал, там неудобно было, оттуда убрал фильтр, решил вот так вот два вместе поставить, потому что мной кислород нужен для разбодяживания, водород, этого топлива, и водород отсеивать тоже, отсекать нужно как раз его для топлива. Водород уже настроен, то есть, здесь у нас фильтры подключены, а вот кислород я еще не подключал, он также не на автомате, а водород на автомате. То есть, водород сейчас настроен, если вдруг вот в этой трубе эта же труба, она и от этой печки идет общая, и от дуговок. если мы там что-то плавим, то у нас, ну, водород у нас единственный, появляется только от кобальта, и самое, что интересно, кобальт в дуговках не плавится, он четырит газы, он дюпает газы, это единственный сейчас способ дюпать газы, как бы, это уже на свой, как бы, на свое усмотрение, хотите вы такое, как бы, такой метод накапливания газов, да, дюпаете, кобальт, это единственный сейчас ресурс, который здесь прокручивается и постоянно идет, раньше мы помним, через печку делали СО2, сейчас можно через кобальт, вот, там много газов, плюс водород, потому что это единственная, единственная сплавка, не сплав, а единственная руда, которая спаунит водород, все остальные водорода не дают, вот, по поводу, как идет здесь сортировка, давайте я на улице покажу, сейчас вылетим, я разберу там часть, покажу, как она там скручена, и вообще, вот здесь я думал, может быть, окна сделать, чтобы, если что, если что, чтобы было видно, да, в принципе, в принципе, можно, кстати, сделать окна, вот это, наверное, мы и оставим, здесь у нас как раз два, и здесь третий, просто для того, чтобы смотреть, застряло, что-то у нас тут вылетело, не вылетело, можно с этой стороны сделать окна, окна, стекла, здесь на 50 настроено, здесь тоже на 50 настроено, да, вот эту систему, скорее всего, мы будем со склада брать, вот этих вот больших, а вот здесь у нас вот так подключено, то есть здесь идет сортировщик, разово настроен на слитки, здесь больше, кроме слитки, нам ничего передавать через принтеры не нужно, все остальное как бы выходит и его по общему конвейеру также передается каскадно от одного к другому, то есть система переброски, так как у нас было на, на этом самом, на луне, так давайте русский бы еще кто-нибудь выключил, так давайте сделаем окна, давайте, наверное, сделаем вот такие вот с покраской, чтобы они клепочные были, такие смотрелись прям мощненько, чтобы я верил, что у нас тут ничего не развалится, внутренний каркас пока я ломать не буду, просто если глюканет у нас этот соединительная труба, она бывает иногда глючит, то мы, ой, не то, делать не надо, она иногда глючит и поэтому, ну, в принципе, она как, если она сразу не заглючила, то она нормальная, то есть она примерно с вероятностью, наверное, не знаю, сколько процентов, если она нормально сработала, то в принципе она рабочая. Вот, как-то так будет у нас отсек немножко такой прозрачный, ну и ладно, она немножко в разные отсеки, зато видно, что у нас тут есть, да, вот как-то так я объединю, давайте даже сохранимся на первый сейв, вот, и идем дальше, покажу, что есть и в тот отсек уже потом пойдем. Итак, смотрим, здесь у нас практически, кстати, все готово, кроме вот этой печки, даже если вот здесь перекрыть, то можно уже объединять, но я сейчас пока что не спешу объединять, потому что печка, вот эта дуговка полностью автоматизирована, настроена, отсекается у нас отсюда из трубы водород, здесь поставил также дисплей, потому что здесь пришлось закрыть, чтобы поставить вот эту табличку ровненько, чтобы видеть, сколько у нас по заряду, сейчас мы видим разрядку у нас, то есть у нас почти 2 кВт жрем, разница 2 кВт, потому что у нас сейчас ничего не подается, не заряжается, 99% у нас съела батарейка, ну, как бы вот, держимся, то есть по максимально я тут пытался вбить все, чтобы ничего у нас, каждый кубик был задействован, здесь у нас показывается давление температуры в комнате, здесь у нас давление температуры в смешанном баллоне, в горячем баллоне, это у нас горячий баллон, можно как-нибудь написать там hot tank, давайте напишем, чтобы понимали, да, вот он общий, и идем сюда, здесь также сделал, это у нас заготовка для системы складной, чтобы выбрасывать со склада вот сюда не вручную через корзину закидывать, да, а выбрав нужный нам слиток закинуть в принтер, пока не подумал будет ли у нас закидываться в какой именно выберешь принтер, да, там можно также через, в принципе, систему конвейеров сделать, ой, не конвейеров, а сортировщиков, можно выбирать в какой именно принтердайт, сколько нам сортировщиков понадобится, два, три, четыре, четыре или пять сортировщиков понадобится нам еще поставить, ну, где-нибудь снизу, потому что сверху уже все забито, вот, тогда мы сможем сделать автоматику, чтобы прям совсем, совсем было, либо делать просто общую схему, ну, как бы все, все запетлить, петлюй, и подключить уже, и тогда именно на автомате выдавать, ну, короче, просто нам все равно по идее надо понимать, какой запрос идет с какого принтера, ну, поэтому легче каскадно передавать, но это проще, и это на базе кода от Battlegaze, сейчас пойдем я покажу, как оно работает, у меня есть такой же код, он уже сделан, уже настроено, здесь я еще не настраивал, потому что нужно подумать, как оно конвейером идет, с вот этих вот, как его, со складов, да, ну, давайте покажу, как оно работает в принципе, есть у меня тут одна разработка, уникальный отсек, он нам был нужен, мы про него говорили, и я его осуществил, так, ну, не подведи, как говорится, закачивайся, также тестировал нашу, нашу станцию на систему пожаротушения, точнее, не пожаротушения, а на систему фильтрации, закинул три баллона маленьких, ну, таких вот, не смарт, а обычных, так, сейчас я проговорю, шесть, семь, восемь, стоп, нормально, закинул три обычных баллончика, с водородом, все фильтровалось, закинул также большую бочку с водородом, все фильтровалось, то есть, держит и давление, и температуру, и фильтруется, единственное, что для помощи, я поставил вот здесь два воздушных фильтра, по одной причине, во-первых, они игнорируют вест, то есть, они сразу выкидывают, они не прогоняют через себя, если здесь поставить пассивку, они сразу выкидывают, они по моим ощущениям, быстрее работают, я не знаю, с чем это связано, но вот этот вот переносной фильтр, достаточно быстро выкидывает, может быть, из-за того, что здесь веста нет, и он обратно не гоняет, выкидывает сразу, не знаю, даже когда он был просто в себя, без пассивки, он достаточно быстро, в том помещении, где кто-то что-то покрасил, да, вот, либо я там водород бутылку выкидывал, вот эту бочку, он достаточно быстро справлялся, поэтому я поставил два, один на токсины, один на водород, ну, водород это как помощь, а токсины, я думаю, что здесь вот можно поставить дверь, не знаю, бак это или такая особенность, по-моему, раньше так нельзя было, рядом со шлюзовой дверью ставить обычную дверь, на одной из стороне нельзя, на второй можно, и поэтому, в зависимости от того, как повернута дверь шлюза, по-моему, вот здесь можно поставить дверь, если да, то мы здесь ставим дверь, если это не бак, а именно так можно, то мы заходим сюда, закрываем дверь, и просто включая вот этот воздушный фильтр, мы здесь можем красить те предметы, которые нам надо покрасить, вот, и просто не засоряя основной атмосферы, но это как вот такая комната для краски, вот, и так, что у нас тут изменилось, давайте покажу, по поводу серверной, я уже рассказывал, да, здесь у нас все чипы уже настроены, вот, и вот эту стенку я тоже сделал под модуль вот этот с печками, то есть вот эти тоже пойдут, потому что здесь у нас вот, к примеру, все задействовано, задействованы, если мы делаем склад, это два чипа, если мы делаем печку, это два чипа, да, еще одна печка, один чип, у нас одной печки не будет, мы делаем на этой, на расширенной, поэтому у нас будет в запасе всего лишь два чипа, под что-то остальное, но если мы делаем, там, я не знаю, еще какую-то систему сложную, то там, я думаю, что все это уйдет, так вот, здесь я сделал кухню, точнее, столовую, кулер, к сожалению, нельзя поставить, как он реально кулер, да, внизу что-то наливать, сверху бутылка, бочка, просто потому, что если я переворачиваю систему, оно получается капельками вниз, то есть вверх ногами, почему нельзя сразу поставить, потому что вот эта вот стойка не крепится напрямую к вот этому, к вот этой выдаче воды кулеру, не знаю, почему нельзя сделать напрямую, сделали бы крепление напрямую, стыковку, то было бы все проще, то есть напрямую бочку ставишь и все, как бы вот проблема решена, здесь получается вот так идет труба, то есть она отсюда выходит, идет вниз и сюда заходит, потому что если я переверну, так как оно сразу не крепится, получается, что мне все равно ввести вот так трубу, и получается вот эти капельки, ну грубо говоря, в перевернутом виде, и поэтому я поставил вот это вверх, а бочку вниз, ну не совсем стандартный кулер, но он работает, вот здесь у нас кресло, кофе пить, давайте свет включим, и вот такая вот у нас мини, мини столовая, есть микроволновка, химический реагент, ну то есть все, чтобы готовить, картины, чтобы уютненько было, вот здесь у нас шкафчик для кружек, чтобы все ставить, я не захотел ставить полки, полки мне не нравятся, потому что они там как-то боком, полукриво, курсором каким-то там устанавливаются предметы, здесь вот они как-то более-менее, вот, и здесь маленький шкафчик для той пищи, которую вы не успели съесть, то есть чтобы не скидывать в холодильник, а вот здесь у нас стоит такой космический смарт-холодильник, самый настоящий холодильник, здесь у нас корзина закинуть, что-нибудь в холодильник, здесь у нас корзина выдачи холодильника, дисплей, что у нас выбрано, крутилка, выбираем, система сброса, подачи, сколько предметов в холодильнике, сколько в стаке предметов, и конкретный предмет сейчас находится в холодильнике, Единственное, что он быстро крутится Там, по-моему, можно сделать, чтобы он чуть-чуть помедленнее крутился Вот, эта лампочка у нас отвечает за сканер То есть это код от Battlegaze, спасибо ему Единственное, я переписал хэши на еду То есть он делает код на печку для плавки руды То есть там были слитки Я переписал хэши вместо слитков на еду Код универсальный, работает Как бы все работает Вот Сразу дописал сюда много всяких предметов с запасом То есть и пироги, и молоко, и всякие мука, картофель, фри, маффины Упаковка яиц, бутылка пустая, если вдруг захочу закинуть сюда Кружка, если кто-то там с дуру закинул кружку И бутылка воды тоже, если кто-то с дуру закинул к бутылку воды То есть получается у нас здесь около 24 предметов Вот, если я, к примеру, что-то накрутил Единственное, жалко, что я не вижу сразу, сколько сейчас я выбрал То есть если было бы без вот этой даже крутилки, что там есть А сразу бы оно показывало, сколько у тебя есть предметов То, что именно ты выбрал Но я думаю, что так здесь делается сложнее Ну, в общем, работает Первый слот у нас пшеница Но пшеницу мы не едим Кукуруза Тыква, картошка Картошка Рис Томат Бобы Пшеница Яйцо Кукурузный суп Допустим, кукурузный суп мы хотим Нажимаем кнопочку Сразу же здесь убавилось Пошло обратно сканироваться И кукурузный суп выскочил Мы передумали, не захотели кукурузный суп Обратно мы его выкинули Пошло сканирование Сейчас пойдет Вот, обратно пошло сканирование 42 прибавилось Мы передумали Мы хотим Тыквенный Не знаю, там мы что хотим Томатный суп хотим Да и томатный суп Опять минус один предмет Пошло сканирование Выброс предмета Работает Все очень круто Мне нравится холодильник Супер, прям спасибо Спасибо за кодик Вот, тот же самый код Мы применим По назначению В складах И я думаю, что Этот код работает И с большими складами Ну, точнее, будет работать И со складами на 600 Что там по аналогии В принципе Все действия А здесь у нас внутри Спрятан склад Внутри вот этого кубика Так что вот такая вот у нас столовая Как вам? Пишите в комментариях Нравится вам такая столовая По-моему, очень даже уютненькая И хорошенькая Она на трех космонавтах Считается у меня тут по нормативам Один всегда работать должен А три сидят обедают Потом меняются Если что Шучу Вот здесь Для командира Сиди отдельно И пей кофе Вот и кружка у тебя черная А не красная Как-то так Поэтому можно включать Голод Можно включать Жажду Мог бы сюда провести напрямую Но я вот почему-то захотел Именно по бочке Ну, то есть Типа а-ля кулер Вот так вот заправлять Поэтому у нас здесь Напрямую не подсоединено А именно От бочки Кстати, у нас сломан фонарик Видите? Не работает Не выключается Но это мы просто играем На бетке Или на альфе Ну, короче говоря На нестабильной версии Поэтому у нас тут все Может ломаться Ту-ту-ту Чтобы не сломалось Вот И Что еще Что еще Сюда, кстати, можно шторки поставить Тогда у нас будет Вся серверная в шторках Заменил я Этот самый Иксовый Фильтр Который вот здесь у нас спрятан Вот так у нас все хорошо Кстати, сейчас у нас не растет Ни одно растение И у нас вот этот фильтр Ну, вот эта накачка Вообще не тратится Полностью То есть Вот как есть Так есть Кислородик расходуется Чуть-чуть потравливается И ничего больше не травит То есть у нас вот эта система Пошла более В энергосберегающий режим Потому что она Постоянно не клацается Не нужно ей ничего Откачивать, закачивать Вот здесь Также переделал я На такой Более компактный вид Убрал отсюда компьютер Который он не нужен И сделал компактный вид Более информативно Чтобы видеть сразу Все Вот у нас идет Разрядка Потому что Минус киловатт Ну вот сейчас Меньше Потому что пошла Какая-то энергия От солнца И 93% заряд батареи Здесь у нас 3,82 Это вот у нас 3,82 Мы тратим киловатта На вот этот конкретный модуль Но К нему же подсоединен И сервер То есть сервер У нас сейчас Даже нет Более того У нас и сервер И кухня И вот этот модуль Вместе с фильтрами То есть это у нас Один заряд Это у нас сейчас Вот отсюда Вот эти батареи То есть у нас получается 3 Массива батарей И у нас 3 модуля По сути Ну если вот так Делить По энергии Да 3 вида энергии Это у нас идет Фильтры Ну это грубо говоря Шлюз Резервный модуль Со всеми нужными Сервер И Столовая Это у нас один отсек Далее идет батарея Это у нас другая Потому что здесь у нас идет Отдельный каскад Система Идет у нас Ботаника Ботанику возможно буду Переделывать На Автоматическую И скорее всего Мы ее сделаем Под стекла То есть вообще Она уйдет Вся То есть она будет Как бы в безопасной зоне В такой Да кстати я сделал Еще Отсечку От каждого модуля От каждого отсека Точнее То есть если я хочу К примеру Закрыться Вот здесь И выживать И мне вообще На всех плевать Как говорится Я закрылся И все У нас там что-то пошло не так Я здесь сколько-то еще Аварийно проживу Да Потому что Ну если микроволновку Здесь поставить То я в принципе Могу здесь выживать Здесь есть вода Здесь есть Одна грядка Если я ее могу Использовать Вместо цветов Там На 8 марта Я могу ее использовать Под картошечку Сажать Там грубо говоря Да Есть где спать Вот Все Кстати я думаю Что Введут еще Ну я вангую А потом вы мне напишите Что Это уже ввели Да Кто-нибудь будет смотреть Это позже А то тут мне Тут Некоторые люди пишут Типа есть плоские панели Ребят мы делали Говорили про плоские панели Когда этих плоских панелей Солнечных не было Вот Или там Говорят Ты там якорь не подкрутил Когда мы делали Этот самый Якорь и не было Да Кто-то смотрит Двугодичной давности Ролики И не понимает Что Мы идем Как бы Немножко Раньше Чем То что добавляют Вот И Добавят еще Усталость И нужно будет Спать Я вангую Это будет Потому что Нам Прикрутили еще И в жажду Кровати Не просто так Они будут тоже Третья полоска Вот здесь Будет Сон Усталость Там нарисуют Я не знаю Z Или там Эту самую Как ее нарисуют Кроватку Здесь Будет еще 100% Это нужно будет То есть Вот это вот Чтобы был Более выживательный процесс Потихонечку Да Они все пилят Кроватка Либо Слипер Тут уже Кто как хочет Слипер Он более безопасный Да Получается Кроватка Только в атмосфере Ну это гроб Я его называю Вот Слипер Чем хорошо Если вдруг Что-то здесь Пошло не так Слипер Резервно То Ничего Персонажу Не грозит В кроватке Ну как бы Если Только в скафандре Спать А так То Если Здесь все хорошо То можно и без скафандра Вот Вот такие вот у нас Изменения То есть Есть что Показать То есть У нас уже Все движется Отсек я полностью Каждую дверь То есть Вообще пробежался По всем Причем Думал Знаете Как еще сделать Ну в идеале Это если бы я сейчас Это делал Я бы Да что такое Выбери нормальную полку Я бы делал это так Смотрите Как я это вижу Как я вижу Вообще отсек Грубо говоря Да Моя логика Построения Любого отсека Вот Дверь Через любую дверь Проводка идет И все коммуникации Только поверху Поэтому будем рассматривать Только вверх Низ вообще трогать Не будем Сбоку тоже не идет Ни провод Ни труба Поэтому только Все внимание наверх Нам желательно Две трубы Нам желательно Два провода Да Если это там Разная проводка Грубо говоря И если вы не делаете Отдельно Коммуникацию Где-то Через подвал Через низ Вот В идеале Это делать Вообще отдельный Подвал Через Ну как бы Такой Обслуживаемый Этот самый Инженерный отсек И там Все коммуникации Снизу просто подключать Если делать Через верх В нашем случае Да Потому что у нас станция Мы не можем себе позволить Особо там Где-то Залезать Без атмосферы То Как я вижу Это первая труба Это естественно Воздух И чтобы можно было Здесь что-то ремонтировать Не во вред других Отсеков Мы должны Иметь возможность Перекрыть Этот отсек Как я и сделал И второе Выкачать отсюда Всю атмосферу То есть если вдруг Мне нужно что-то здесь Глобально вскрыть Вскрыть и переделать Ну прям совсем приспичило Да Чтобы не откачивать Со всей станции Ну это прям Такое Ресурсозатратное В плане времени То вот сюда Нужно подать Вот отсюда Берем вот так вот И подаем Обратным Этим самым Как его Регулятором На ту же трубу Но уже сюда Мы выкачиваем Весь воздух Получается у нас Здесь труба Здесь в обратку Идет Обязательно Вот здесь По вот этой линии И вот две стороны У нас как раз Для кабеля Пожалуйста Тяни силовой Тяни обычный Вот И здесь еще По середине Можно Либо Ну что-то еще Тянуть Если Нужно две трубы Вдруг одна там На фильтр идет Или еще что-то То пожалуйста Вот одна труба Здесь Одна возвращается Вместо вентиляции В данном случае Вентиляцию просто подвинуть Вот И два места Под кабели То есть в пять ячеек А у нас здесь пять ячеек Раз Два Три Четыре Пять Если по маленьким Рассуждать Да ячейкам У нас именно Маленькие ячейки На большом блоке То получается Как бы вот так Это как я вижу Построение Любого отсека То есть Чтобы он был безопасный И Можно было Спокойно его перекрыть Откачать И здесь К примеру Что-то ремонтировать Да Как-то так Вот такие У нас изменения Так что Будем продолжать В следующей серии Уже делать Тот модуль Там уже К печкам пойдем А сначала Даже точнее Не печкой Будем заниматься А настроим Чтобы у нас Полностью все Готово было До печи Это Эту самую Конвейерную систему От склада До Принтеров Чтобы у нас Полностью Принтеры Были уже Готовые Рабочие Тогда можно Будет даже Туда Накачать Уже Атмосферу То есть Вскрыть Эту дверь Здесь у нас Пока Написано Без моих Указаний Дверь Не вскрывать В общем Потому что Сейф я скидываю Обновляюсь И кто-то Даже может быть Это все видит Раньше Чем я Записал Эту серию Потому что Я сейф Закидываю На google disk А google disk Прикреплен Как бы К сообществу Поэтому люди Уже наверное Скачали Кто Следит Сохранение Посмотрели Все это Уже Да Как бы А ролика Еще и не было Поэтому Сейф будет Либо под видео Либо просто Ссылка в сообществе Прикреплена Она Обновляемая Потому что Я Обновляю Этот файлик С записью Вот Так что Пишите в комментариях Что Так Что не так Вот Будем дальше Строить Будем дальше Играть С нашей Землей Стало Интереснее Сейчас Кстати Ночь И здесь Действительно Поменялась Эта самая Полярность Да Ну Точнее Ну грубо говоря Здесь Ночь Здесь День Потом Наоборот Здесь будет Темная сторона Здесь будет Светлая То есть Здесь Ну как По-настоящему Прикольно Вот И Будем строить В общем Тот Дальше Доделывать Отсек Потому что Там Нужно Сделать Вот эти Подкрепить Склады Настроить Эти Склады Заодно Как раз Будем Это Делать Скорее Все На серию И Кто-то Может быть Кому Интересно Посмотреть Как Подключать Этот Склад Через Логику Настроим Склады На Автоматику Чтобы Они Выдавали Нам Нужные Предметы На Принтеры И Принтер Уже Не Руками Закидывать Слитки А Просто Выбрал Какой Тебе Нужен Слиток Которого Не Хватает И Добавил В Принтер Если Вдруг По Ручному Забросу Ну Там Чего-то Не Хватило И Также Переделаем Чтобы С Печек Сразу Все Слитки Шли На Хранение На Склады Ну Потому Что Как Зачем Нам Складывать Слитки Все равно Нам Где-то Хранить Нужно В Идеале Поэтому Такое Дело Вот Как-то Так Продолжаем Играть Все Пиши Коментируй Ставь лайки Подписывайся На канал Всех Жду На следующей Серии Пока-пока